проекта, каждую субботу мы приглашаем спикера, который делится опытом выздоровления за пределами своего родной страны. Сегодня наш приглашенный спикер Федор из Финляндии, город Хельсинки. И мы будем рады. Федя, тебя послушай, добро пожаловать в микрофон твой. С Богом. Спасибо. Федор, алкоголик, всем привет. Я благодарен за то, что вы меня пригласили спикерить. Я сидел, крутился такой сегодня. Так же, на спикерскую одну пошел. Думаю, о чем спикерить-то? И, знаете, я пришел к тому, что давайте-ка я расскажу о том, что тут было, что стало и что произошло. Я давно не спикерил таким образом, я обязательно какой-то шаг брал. Но я постараюсь зацепить программу и не очень-то говорить много об употреблении. Я родился в Эстонии, поэтому далеко от меня страна не находится. Всего два часа на пароме. И причем контактируем часто с людьми. Но начинал я там. Я пришел, мне было 37 лет. И я пришел не потому, чтобы решать проблему алкоголицы, но я пришел, чтобы остановить это безумие, которое вокруг меня творилось. Потому что на тот момент я уже третий раз очнулся в ночлежке, и третий раз я все не понимал, что происходит. Даже вот матом не буду говорить, что записывается, да. Но я попробую культурно сказать, как в тюрьме он говорили, да, это петух проклятый. И я сидел и думал, что мне прокляли за что-то, да, вот и бог как-то не помогает, вообще как-то у меня не любит. И все вот такое, все в кучу. Я считал, что мой отец виноват в этом, что он меня не любил, что он мне не донес любви, что он меня наказывал, и все остальное и прочее. Все были вокруг виноваты в том, что у меня жизнь, все было плохо. Не было ни квартиры, семья от меня ушла. Причем я всегда говорил почему-то, что я ушел от семьи. Это всегда моя такая иллюзия была, пока я правде не посмотрел в лицо, да, от того, что эта семья убежала от меня. Причем, знаете, не то, что там меня так выгнали там, да, выгнали это так мягко сказано. Просто сказали, сейчас приедут бандиты, или ты свалишь, или, ну, сами понимаете, я такой храбрый на словах, да, но как слушал бандиты, я сквозанул дальше, чем видел. Я начал употреблять с 13 лет. А если вернуться, то в 12 лет у меня токсикомания была, да, то есть я любил мюджет. И это был кайф для меня. Алкоголь, когда я первый раз попробовал, я даже не прочухал. Но мне нужно было какое-то вещество, потому что я привык уже изменять. Все, я стал, ну, зависимым человеком. На тот момент токсикоманом и тот алкоголь. Да, и второй раз, когда я уже более-менее там попробовал хорошо, мне понравилось. Все, алкоголик родился. Сказать, что это на генетическом уровне, ну, да, можно сказать. Как говорили, что моя мама лечилась неоднократно в ЛТП и сидела в тюрьме. Поэтому по генам я понятно, с кого пошел. Потому что у меня тоже самое было, да, только я стал алкоголиком, ЛТП уже не было. Но в тюрьму я тоже посетил. Я начал петь с 13 лет, забил на школу. То есть меня не страшило ничего. То есть, ну, был какой-то страх, он в школу попасть и все остальное. Но я плевал на все это, потому что алкоголь, он был выше. Он был выше каких-то обязанностей моих. Когда отец мой родной, любимый папа, который договорился в школе, чтобы я хотя бы седьмой класс до конца отходил, да, и меня перевели бы в восьмой. Но я и здесь накосячил. Почему? Я всегда папе потом подъявлял. А почему ты мне не сказал, что ты договорился? Он говорит, так я считал, что ты сам будешь ходить. Я так, ну, если бы ты сказал бы, но вопрос тоже стрёмный, ходил бы я вообще в школу или нет. Потому что бы там на уроках, когда уроки прогурили, мы играли в футбол, и уже в футбол играли мы на пиво. У нас приз был. Кто выиграет ящик пива. Ого! Битвы были там такие, что ой-ой-ой, да. И поэтому вряд ли я в школу ходил. Меня оставили на второй год, отправили в интернат, милиция, там все. Причем я тогда вот именно обвинил отца. Я клеветал на него, что он меня постоянно избивает, ни за что. Хотя там было за что. Он бил меня, правда. То, что мне уже было невозможно было выносить. Я врал, я подделывал, да. Я стирал там двойки, табели прятал. Врал, что не дали. Потом отца вызывали в конце четверти. В первой четверти, в седьмом классе у меня было две двойки. Я обещал исправиться. Отец меня не тронул. Во второй четверти уже четыре. Но отец понял, что пора предпринимать какие-то действия. Ну, а в третьей четверти, понятно, у меня уже было восемь двоек по предметам. Но в последней четверти вообще просто стояло нормально, отлично, как мы это называли. Это не аттестация. Н.А. И, конечно, меня отправили. Причем я тут, вот тогда я чуть не загремел в тюрьму, спецшколу. Но у меня были на моем пути все хорошие люди, учителя. Классная руководительница, которая очень за меня переживала, видя мальчика, который, ну, не совсем потерян. И, возможно, что-то еще можно сделать, да. Потому что, ну, на самом деле, я-то не глупый был. И поэтому все это было видно. И она мачехе позвонила. На тот момент у меня матери родной не было. У меня отец воспитывал. Потом мачеха появился. Позвонил и сказал, забирайте сына, иначе он попалец в пешку. Потому что я умудрялся и там прогуливать. Причем я так врал искусно. Я, как любой алкоголик, в этом, ну, наверное, мастер-класс смотреть в глаза и врать. Причем всех убедил, что я был в школе. Все были в школе. Меня никто не видел. Но я всех убедил, что я просто в это время в туалете был. Поэтому вы меня не видели на уроке. А так-то я в школе был. И вы знаете, мне поверили. Причем сестра двоюродная, она смотрит и говорит, ну, как ему не верить. У него такие чистые, ясные глаза. Вот правда, да. Вот такая тема. И мне поверили. Я врать уже, ну, постоянно врал. Всегда. Даже тогда, где смысла не было. Это моя вторая натура. Отец не выдержал этого, что я начинал творить. Да, забрали меня обратно в школу. И все вроде бы опять принеслось по старой. Я начал и прогуливать. Потом и работа меня устроили. Я отца на работе подвел. Все это довело его до того, что он сильно в себе переживал. Он уже перестал со мной общаться, перестал что-то объяснять. И в итоге инфаркциям, клинических смертей. Его вытащили. Но я же тот человек, который добьет любовь. Я добил его. Через год он умер. Причем он пытался со мной примириться. Он пытался. Не я, а он пытался. А я его не слышал. Я должен был как раз в день его смерти приехать в больницу. Поехал мальчик. Я потом долго себя винил за это. Потому что я не приехал. Но вот такой я был. Это мне было 16 лет. Ну и представьте, что по нарастающей пошло. Все считали, что я приду с армии. Я буду уже человеком. Я пошел в советскую армию. Да. Все считали, что теперь-то я вернусь мужчиной. Да. Я вернулся мужчиной, которому продают алкоголь без паспорта. И рядом построили пивной ларек. Для меня это был рай. Как же я радовался. Не надо бежать далеко. И я вот тогда впервые допился до того, что меня так колбасило. Я не знаю, как я не умер. Но это по милости Божьей. Потому что когда меня человек, сосед, остановил, он старше меня. Это старшие товарищи. И он когда увидел, говорит, нифига ты допился. А мне всего было 20 лет. 19. Я год отслужил у нас дебельно липового приказа. Потому что союз развалился. И вот мне 19 лет, он говорит, как ты так допился. Меня трясло. Потому что три дня гужбами. Где только мы не были. В каких ресторанах. Там все было просто. По полной программе. И уже не спали там. И не ели практически. Все бухали, бухали. И меня настолько колбасило, что я вот тогда боялся, что я сдох. Потому что это было страшно. Впервые я познакомился, что такое колотун. Но меня же это не остановило. Через пару дней так отряхнувшись, отошедший. Ну что, начнем дальше гужбанить. Я уроки же никогда не завестал. Потом появилась жена, которая замечательная девушка. Все нормально. И я произвел впечатление, как обычно алкоголики, мужчины. Я не знаю, как женщины. Я мужчину все-таки. Умели производить впечатление. Вот такие мы крутые. Такие мы хорошие. Я не пью. Вообще у меня проблемы с алкоголем нет. Так, чуть-чуть, поправьте, там все нормально. И в итоге получилось того, что впервые жена увидела, как я нахерачился. Это через какое-то время. И какой я безумный. Когда дочка родилась, я вот, день рождения мое было, мы отмечали. Я утром просыпаюсь, я не помню, что было вчера. Как там, вроде бы, как за стол садились. И что-то половина праздника пропала из моей памяти. Смотрю, я один. Не понял, что за фигня. А где жена, а где дочка? Они из соседней комнаты выходят. Я говорю, а что вы ушли? Я же хороший. Он говорит, ну ты бы видел бы себя. Я говорю, а что было? Когда они рассказали, волосы дыбом стали по голове. Я тут думаю, фига. Потом говорю, не-не-не, это же неправда. Вообще со мной такое редко приключается. Жена уже говорит, слышишь ты? Редкость. Редкостная скотина. Это уже не первый раз. И, конечно, я ее достал. Она выгнала, как я и говорил, с бандитами. То есть позвонить бандитам и все остальное. И я настолько начал бухать, что ввязался в криминал. Да, потому что вот как раз алкоголь убирает этот страх. Я считал, что в 90-е сейчас я заработаю бабла, сделаю бизнес. Как Билл-Бусс он говорит. Да. Я докажу еще миру, на что я способен. Ну, и я решил, что докажу. Что криминалом я заработаю деньги. Ну, вы знаете, когда алкоголик говорит, что он заработает миллион, да? Это означает, что он вообще ничего не заработает. Потому что каждое утро у меня денег не было. Я спрашивал своего поддельника, дай бабла. Он говорит, подожди, вчера у нас столько... Я только, ты не понимаешь моей души. Понимаешь, мне надо было погулять чуть-чуть. Он такой, ни хрена ты погулял. Ну, понятно, что из меня, бизнесмена, даже вора-то получилась ненормальная. Там даже было, нас судили за это. Мы пошли воровать, но все нормальные воры белье шерстят. Да, там по одной простыньке все. А я стопками выкидывал. А потом мы слушали того потерпевшего, который рассказывал. Говорит, вот дураки воры пошли. А я сижу так рядом в машине и слушаю. Так вот там между простынками как раз было 1000 бакинских. Ну, на тот момент это хорошие деньги, были золото на 20 косарей. Ну, на наши деньги, на эстонский крон. Я сижу такой. Я сразу всех виновных поддельниками сделал. Я говорю, что ж вы падлы не смотрели. Так ты ж выкидывал. А кто должен проверять? Из меня-то вора-то хреновый воркал. Поэтому, вы знаете, все это шло на нарастающий. Моих всех поддельников забрали. Я чувствовал себя вообще как бы безнаказанным. Меня поперло по полной программе. Но я забывал одно, что всегда это когда-то кончается. И это кончилось. Когда меня посадили, тюрьма меня быстро прихлопнула морально. Это было ужасно, честно. Вот эти старые тюрьмы. У нас сейчас европейские стандарты. А тогда еще в старую я попал. А там много людей до меня прошло. И вот там сама обстановка сразу прихлопнул. Вот просто на все. Я потом, кстати, на протяжении того, что мне дали срок 6 лет, я их отсидел до конца. Я понимал того, что годы пролетают. Я понимал, что мне сказать будет нечем в каких-то компаниях рассказывать, в хороших компаниях, нормальных, что с 24 до 30 мне рассказать нечего. Кроме как камера. Все, больше ничего. Это была глупость. Да, я понял, что блатной романтики как таковой нет. Чем более там хорошие ребята сидели, которые в авторитетах. И не сказали, нет блатной романтики. Забудьте. И вообще, когда выйдешь, не занимайся химиналом. Я вот 6 лет не пил. Но я нашел контроль, как употребляю. Теперь-то я знаю, как контролируем и употребляю. Теперь уже длинно херачился по полной программе. И это длилось 2 дня. Причем я не помню, отрывочно помню, как я водителя автобуса заставлял останавливаться среди леса, чтобы выйти, поссать просто. Что там устраивал? Там водитель просто... Еще причем водитель, но я не знаю, хороший водитель попался, наверное, добросердечный, потому что другой бы закрыл двери и свалил бы. В лесу бы не оставил. А этот нет, он не ждал. И вот знаете, потом какое-то время я утекомирился. Но понимаете, я не понимал того, что у меня проблемы-то с алкоголем, что я пить-то не могу и не умею. То есть я могу, но я не умею. Мне хотели отдать и хутор. То есть хозяйство, переписать на меня. Потому что когда я трезвый, знаете, вот алкоголики правда, они когда трезвые, они работают, и все прекрасно. Да все это описано в книге. Замечательные люди, могут работать. Но наступает тот момент, когда мне становится не по себе и не уютно. Это о чем пишется. Я становлюсь неудовлетворенным. И мне что надо? Выпить. Я выпивал, и все это мне нахрен не надо. У меня появилась идея, что сейчас я поеду в свой город Таллинн, и там я подзаработаю, поднимусь, и все вообще, в принципе, я в авторитете. Но вы знаете, когда бывший мент говорит, что он в авторитете, это уже само по себе стремно. Но у меня такая идея была. Я же пришел на пальцах, и все остальное, там в бар заходил с ноги, но путевый пацан, шестилетка, все. О, братан, ты нормально, круто отсидел. Это то, что мне лысан говорит, да? Вот это амбиции мои, да? Это то, что меня так уважали, это значит, несет меня на гребень успеха. Я уже видел себя там на этом счете. Но есть другие люди, и они сильнее меня, которые подошли, что? А ты кто по жизни? У меня язык в задницу, и я понимал, что надо сваливать от себя, потому что вот этим людям я уже ничего не доказывал. Вы знаете, мне Бог давал все, давал людей. Он дал женщину. Причем, на самом деле, сейчас она родила от меня ребенка, я ее бросил. Там была ситуация того, что или она пострадает со мной, или я все-таки один пострадаю. Мне пришлось сваливать. И вот сейчас, да, спрашивай, ты девятый шаг делал? Нет, Бог мне не дал ее. Я ее найти не могу, и поэтому, возможно, мне не стоит там туда влезать. Но если он даст, я обязательно возьми, ну, смещу ущерб. И давал психолог, который говорил, разберись со своей жизнью, прежде чем что-то начинать. Но я-то не разбирался, я считал, что под контролем. И все. И вот я первый раз оказался на ночлежке. Я выскочил оттуда. Где-то через месяца два. Мне дана была квартира, работал и все остальное. И вы знаете, я считал, что, блин, какие-то вот, ну, такая жизненная ситуация, которая временная, это временная трудность, которую я должен преодолеть. Вот всегда был я. Я должен преодолеть, и все остальное, и все зависит от меня. Но никогда я не видел, что у меня проблема с алкоголем. Второй раз я попал. Кстати, еще худшее условие, бомжатник, еще худшее, чем был первый раз. И тут меня не отрезвил. Я опять считал, что все проблемы только в мире, в окружающем. Но когда я третий раз попал, еще и попал я в больницу, потому что у меня начала воспаляться нога после операции, потому что Федя дурачок, который решил, что ему швы положили, которые сами рассасываются, и они держались у меня полгода и не рассасывались. Я понял, что это все-таки капроновые нитки, их надо как-то снимать. И меня снимал алкоголик, с которым он употреблял, и который поливал это сверху одеколоном. То есть, дезинфекция. У нас только одна была, потому что я пил уже такие напитки. Ну, а водку-то денег не было. И вы знаете, вот как раз в больнице доктор такой Васильев. Я могу безумно догадать. Этот человек, я хотел уже через три дня свалить, потому что он сказал, говорит, тебе повезло, что это не вовнутрь прошло, а внаружи. Потому что если бы вовнутрь, мы бы сняли бы протезы, ты еще год, у меня протез поставили, там, забедренный сустав заменили, ты бы год, мы не могли бы его поставить обратно. То есть, это коляска. Вы знаете, я когда смотрел в трезвости, я так был благодарен Богу, что вот всего этого он меня сбал, потому что не раз меня могли убить. Я в компанию влезал, те, которые не стоит влезать. Я всегда куда-то влезал, где вот реально вот так на краю жизни и смерти. и когда доктор Васильев сказал, я говорю, ну все, тогда можно выходить. Он такой, нет, давай так, полежишь месяц. Я такой, а что месяц ты делаешь? Он такой, подумаешь, посмотри на свою жизнь. Ты где оказался? Ну, это больница для тех, кто бездомный, да, и плюс у кого нету страховки больничной. Посмотри, куда ты попал. И вот тогда пришли с приютом матери орден Терезы. А до этого мне алкаши в принципе сказали, иди к ним. Я говорю, а что там делать? Он говорит, давай ходить будешь. Я говорю, а что такое? Да, это анонимные алкогольки. Это там сборище такое. Знаете, мы же алкаши выше всех, да, и там, которые трезвые, мы их выше, потому что мы знаем, как контролировать употребление. Они просто не нашли этот вариант, а мы-то найдем сейчас. Просто вот сейчас временные трудности с поиском, да, мы практикуем, практикуем, сколько надо выпить, чтобы остановиться. И когда эти сестры пришли, я говорю, я, наверное, к вам приду. Вы знаете, я не то, что к вам приду, я, наверное, к вам приду. Вы примите меня? Они такие, а у тебя проблемы с алкоголем? Блин, ну мне же надо залезть куда-то, где жить, где тепло, где корень. Я-то куда? А сам сижу, дурочки какие-то. Да нет у меня проблем с алкоголем. Ну, приходи. Я пришел, правда, я пришел после больницы на четвертый день, то есть на второй день я пришел, но я был в таком состоянии, что они меня не взяли. Потому что я как вышел, да, я сразу же и нагружбарился. 15 минут, честно, хватило на то, чтобы ребятам отказать. 15 минут, я смотрю, как они выпивали, а потом такой, ладно, наливай, сегодня последний день. У меня последний день был 8 марта. я тогда к сестрам такой, мой друг держит звонок, не отрываясь, там есть такие фильмы, да, когда пьяный стоит, держит звонок. Вот тоже самое. То есть мой друг. А я стою, более-менее я собрался, я как всегда, я всегда собираюсь, да, чтобы быть, выглядеть трезвым, чтобы никто не заметил, да, ну там просто наружу смотришь, непонятно, кто-то, и в каком-то состоянии. Но сестры улыбнулись, сказали, приходи за мной. Я пришел на следующий день, я пошел пешком, через весь город, я не знаю почему, я до сих пор не знаю, почему я так именно прошел, потому что я мог на транспорт. И я пошел не прямой дорогой, а кольцевой. Я шел со спортивной сумкой, потому что утром проснулся, я понял, что это пухтермоторный для меня, где колонн валяются, пустые бутылки, все замерзшее, помещение замерзшее, потому что трубу прорвало. Запахи эти, килька открытой банки, там хоккурки, там все, вот это все дерьмище, я так понимаю, мне валит на нас. Вот, наверное, Бог так и достучался до меня. Я пришел, конечно, я сообщество не принимал. Я пришел, сказал, да, я алкоголик, но чтобы я признал себя алкоголиком, не, братья, вы что-то ошиблись. Ну, просто надо так сказать. Потом я заметил в процессе собрания, что они неправильно несут весть. И я это высказался. Я сказал, вы неправильно поступаете. Вот вы сидите здесь в подвале, а там люди страдают. Что вы сидите здесь? Давайте, причем не мы, а вы должны это делать. Они посмеялись, поулыбались. Никто мне рот не заткнул. Блин, а мне это на руку? Ах, да. Ну, сейчас-то я вам весть расскажу. Я тот человек, который пришел только сегодня, первый день, и я уже знал всю программу. Это правда. Я всем мог объяснить, как она работает. Вы просто не догадали. Вы столько сидите здесь и не догадали. Я же умный. На что они опять улыбались. Блин, а меня это начало бесить. Я пришел уже с сестрам, говорю, нафиг я ходить не буду, они ни хурина не понимают. Давайте-ка я буду ходить в церковь, и вот там я помогу людям бросить. Я-то знаю, какое уже решение. Сестры говорили, так, если ты не будешь ходить, значит, ты уходишь с этого дома. Блин, не прокатил. В течение двух месяцев я удачно сочковал все эти группы. У нас обязаловка была. У нас такой был пират, Вадим, царство ему небесное, он умирал от алкоголя. Мы говорим, Вадим, ты же наш кореш. Он такой, да, значит, ты идешь на собрание, потом выходишь, нас информируешь, что там было, чтобы мы знали, если что, сестры спросят, мы там были. И мы возвращались всегда этой группой. Мы его ждали и возвращались. Вы знаете, самое удивительное, потом сестра Сандиба, я благодарен ей. Это такая сестра жесткая была. Она одного человека заставила траву подстригать на наши ножницы. Правда. Слишком до хрена выпендривался. Решил пошутить над ней. Ну и пошутил. Второй поливал в дождь цветы. Тоже решил приколоться над ней. Но она замечательная сестра. Она, кстати, помогла многим, чем мне. Вообще все сестры. И она сказала, знаешь, Федор, а мы знали, что ты не ходишь. Потом уже 8 месяцев прошло, я уже более степенился и все остальное. Мы знаем, что ты не ходила. Я говорю, почему не выходил? А мы не знаем. Мы Бога слушаем. Вы знаете, я им благодарен за это, что они услышали Бога. У Бога был план. И он понимал меня такого оторву, который всегда и действует заработали. и дети были шикарны, на мой взгляд. И вы знаете, меня в сообщество вернуло мое священие, в котором я подошел. Это последняя возможность была соскочить в сообщество. И он просто задал вопрос, чем они занимаются? Я говорю, ну вот, решают алкогольные проблемы, как бросить пить. И он мне сказал, если я тебе молитвы дам, когда у тебя тяга появится, то есть не тяга, а держимость появится в виде, как ты думаешь, это сработает? И я был честен. Нет, не сработает. Потому что я уже пробовал все это. Он говорит, тогда сделаем так. По алкогольным вопросам приходи туда, по духовным приходи ко мне. И вы знаете, что-то про него что-то открылось. Наверное, это и было тоже пробуждение. Потому что я понял, что это родное мое, то, что я искал. И я начал ходить. Я начал искать. Но при этом мои идеи, они как бы не исчезли. Это правда. Идеи всегда работали у меня по полной программе. Да, идеи выздоровления. Когда говорили, что надо писать шаги, я говорю, вы глупые люди. На сегодняшнем уже это 20, 21 век, вы что-то 39 года, прошлый век, вы что-то хотите, сейчас очень много психологических заданий, и можно обрести душевный покой. Ну, что вы говорите об этом? Но самое интересное, что в первом шаге вот здесь я признал свое бессилие. Но вторая часть говорит о том, что мне нравится другой перевод. Я не буду критиковать, ребят, честное слово, потому что я пришел к тому, что на сегодняшний день, что человек, который переводил, и возможно, он перевел не так, ну, что-то не точно, все. Но нужна она была нам эта книга. Да, эта книга нужна была, я ему благодарен, хоть в таком виде, но он забыл. Но вот так-то вторая часть гласит о том, что наши жизни стали неуправляемыми. Бах! А я-то управление с хорошим. Я же управляю, я же трезвый, теперь ты... После этого прошло того, что я вот так думал, я жил в этом 4-5 лет. 5 лет я жил, что я управляюсь в жизни. Потому что пьяный я не управлял, а вот трезвый я управляю. Когда я проходил уже программу «Двенадцать шагов», вот это шаги, да, как в большой книге, вот там есть одна вещичка, которая, да, я зачитаю, того, что... Там говорится о том, чтобы... Нет, чтобы... Сейчас, минуточку. Вместо того, чтобы считать себя разумным представителем Бога, передовым отрядом его непрорывного творения, мы, агностики и атеисты, предпочитаем вере, что наш человеческий разум является последним словом альфой и амегой. Началом и концом слов еще. Вот я таким и был. Я считал, что Бог решает мои духовные какие-то вопросы. Ну, алкогольные я его допускаю, а вот все остальное вот тут-то я творец. Вот тут-то я все и знаю, как делать. Мне пришлось долго с этим жить. И когда во втором шаге, да, в первом шаге говорится о том, что ты банкрот, что ты полным дерьме. А вот второй и третий говорит о том, что, вот третий шаг, да, говорит о том, что есть другой управляющий. Это Бог. Из меня плохой управляющий вышел. Значит, кто-то должен быть лучше, а это Бог. Но самое интересное того, что я всегда считал того, что я верующий человек. Вы знаете, какое мое это заблуждение было? От того, что я ходил в церковь, от того, что я читал молитвы, это не означало того, что я верующий человек. Вот есть религиозные люди, а есть у людей. И здесь надо знать разницу. У верующих людей я их не принимал, потому что они всегда говорили какую-то ересь, типа, надо доверить, служить Богу, надо все ему верить, и все остальное. Я говорю, друзья, вы какие-то больные, точно надо. Вы о чем? Что вы тут, какой доверять? Мне надо ходить в церковь, мне надо молиться, а всю остальную жизнь я должен сам строить. Что это Бог здесь будет заниматься? Для него это мелочно как-то. Он как-то берет объемами, масштабами. Они улыбались. Моя жизнь превращалась в ад. С каждым годом я в трезвости уже не видел того, что было бы хорошо. Да, чтобы как-то замечательно. Все вы сидели с улыбающимися лицами, говорили о том, что вы счастливые, свободные и радостные. А я сидел и думал, что вы пи? Дальше я пропускаю. И я сижу так и думаю, ты говно какое-то. Да что? Я уходил из сообщества. Я снова возвращался. Я сливался. Я считал. Вы знаете, я искал избавление, которое пишется в книге. Все мы искали этого избавления. Я всегда искал избавление. Я сливался. Я говорил о том, что все плохие, что все дерьмо вокруг и все остальное. На какой-то момент я избавлялся. О, хорошо стало. Слил я вам буши. Выхожу и через ровно 10 минут, как только я с вами попрощаюсь, мне становилось снова хреново. Потому что проблема-то не решалась. Проблема вся так же оставалась. Но мало того, что оставалась. Я же тот человек, я алкоголик, я безнадежный, который наделает еще кучу проблем. Мало этой одной, так я еще наделал. Мои все взаимоотношения с людьми были в жопе. Потому что я всегда считал себя Богом. В третьем шаге, как я верующий, говорю, что я верующий, для меня третий шаг это как бы не проблема. А в третьем шаге говорится о том, что перестань играть роль Бога. Там перевод по-другому. Роль Бога для всех. Ну давайте так, я играю роль Бога. Вообще просто играет урон. Я самовольно расширил свои полномочия. Вот это своевольное расширение моих полномочий. Это о чем пишется? Я сценарист, режиссер, актер. Я все знаю, кому, где, чего стоят. И не дай Бог у меня не послушать. Враги номер один будете. А если вы меня поддержите, вы будете моими подданными. Нет, приятелями вы не будете, а вот подданными будете. Это вот такое мое мышление было. И вот когда я все-таки начал эти шаги, мне спонсор начал это читать и показывать, я, вы знаете, я был в шоке от того, что я, оказывается, когда во втором шаге спрашивал, ты кто, агностик или верующий? Или атеист? И я сразу же такой, агностик, а что, говорит, так сказал-то? Я так, да я понимаю, что ты сейчас меня просто разобьешь всю мою веру в пух и прах. А ты такой, да? Я говорю, так я сомневаюсь. Я на сегодняшний день то учился быть верующим. Я у верующих учусь, как они верят в Богу и все остальное. Это процесс, который затяжной такой, знаете, это не происходит с первого раза. Я могу сказать, что, да, вы знаете, я сегодня доверил туда-сюда, отвали-вали, я верю в него, что он решит все мои проблемы. Но иногда же бывает такое, что я начинаю сомневаться. Вот на прошлой неделе, то есть на этой неделе, да, в пятницу закончился мой объект, там 4 часа все поработали, и мне говорят, забирай вещи свои, что, мол, не знаю, на какой-то объект поедешь, вот, и вообще не знаем, есть работы, нет, я так и сразу же так, ну что, доигрался, вот так верь тебе, а потом, слышь, ты, мудила с Нижнего Тагила, рот закрой, я говорю, господи, все это в твоих руках, и я только домой прихожу, и мой начальник присылает, ты обратно идешь на этот объект, потому что там много работы, говорит, не переживай, я понимаю, что это мне Бог так пишет, не переживай, все будет замечательно, у меня не один такой раз опыт был, и знаете, я благодаря спонсору вот этим шагам, да, и спонсору, сколько раз я говорю, когда я ему звонил, говорю, Гришаня полная жопа, работы нету, ничего нету, я без перс, без просвета все, она такая, слышь, занимайся делом, не мешай Богу разруливать твою жизнь, не мешай ему расставлять фигуры, я такой, я понял, но как, он такой, занимайся, у тебя подопечный есть, программа есть, у тебя есть чем заняться, я говорю, ну тут еще изучение языка, ну вот и вперед, семье надо помочь, жене надо помочь, я говорю, ну да, ну вот и занимайся этим, и вы знаете, когда я начал этим заниматься, я перестал мешать Богу, потому что, если у меня ничего нету заняться, я начинаю вмешиваться в ту жизнь, и начинаю ее ремонтировать, тем самым я мешаю Богу, Бог уже говорил сколько раз, ну нифига ты управленец, ты опять сейчас наломаешь друг, но самое интересное, он на самом деле джентльмен, он не будет смешиваться, он спокойно будет дожидаться, пока ему это отдам, или пока все окончательно не сломает, так наверх, посмотри, господи, что-то я тут наделал, он такой, как всегда, идти, занимайся своими темами, но самое интересное, что третий шаг еще предполагает того, чтобы сделать четвертый и пятый, то есть все последующие программы, вообще четвертый, потому что доверить свою жизнь, я сижу так, ну все, я доверил тебе свою жизнь, вот она, вот она, вот она жизнь, вот она будущее, настоящее, в прошлое не заглядываем, там делать нечего, ну тем более ты знаешь, там я просто такой был, давай так, я родился заново, ну знаете, я где-то эту вещь услышал у каких-то людей верующих, которые сказали, но теперь вот ты пришел к нам в церковь, и все, твоя старая жизнь осталась там, забудь о ней, ребята, я бы с удовольствием заделил, ну честное слово, но она, сука, догоняет меня, и постоянно в голову, эго работает там, если я это не проработал, она будет впихивать, а помнишь ты жене, а помнишь ты там, а помнишь ты там, и вот так сидишь, господи, а я трезвый, если бухло было бы ладно, запил бы и все, да и хрен с ним, что там на паре, но отрезвым невозможно, я всегда прятался от этих воспоминаний, я пытался спрятаться, пытался постоянно убежать, но у меня не получалось это, у меня получалось буквально, знаете, Бог в первое время освобождал, потому что он на самом деле не знал одной вещи, которая, то есть я не знал тогда на тот момент вещи, что надо делать четвертый шаг, и я могу вам сказать честно, что просто программа у нас в Эстонии, когда шаговых не было. Борщ только сварила. Вот. И получалось того, что вот программных людей не было, шагов не было, и получалось, что не было решения, да. Кабасу последнюю седала на бутерброды. Ирина, выключи, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Вот. И получилось, что вот я искал этого избавления, этого освобождения, и вот Бог помогал мне вот это сглаживать, потому что я обращался к нему, да, и на первом году трезвости он у меня сглаживает. Но когда он дал мне всех шаговых, это перестало работать. Я прошу Бога, Бог, убери мне эти воспоминания. А он мне говорит, просто показывает, там, один говорит, я четверку написал, освободился, там, пятый, Я так, да вы когда-нибудь заткнетесь с этим четверками, пятерками, шестерками, семерками, восьмерками. Давайте по-человечески, как это освободится? Сделай программу. Давайте по-человечески, какой другой вариант есть? Я всегда пытался уйти. А третий шаг предлагает всю жизнь об этом. А это значит, возьми ручку и начни писать. Начни все писать. Потому что, если ты сейчас мне напишешь, это придет все в цвете. Если сейчас черно-белое, это тогда в цвете, с запахами и со всеми картинками антуража. Вы знаете, когда я первый раз сделал четвертый шаг, на самом деле я освободился от того, что мне гнило. Я всегда шел, я был сутубым. Потому что, вот этот груз висел на мне. Я не смотрел людям в глаза. Я когда сделал пятый шаг, я научился смотреть людям в глаза. Тогда этот груз снялся. Ну, на тот момент я сделал, насколько я мог. Я сделал по-другому формату. И вот, когда мне спонсор, а вот теперь внимательно смотри, да, и зачитывает мне, а я сижу, как лох галимый, да, который читал эту книгу не один раз и не понимал, что это написано. Да, я всегда такие вещи пропускал. Да, а тут написано так. Затем мы приступили к энергичным, практическим действиям в начале наведения порядка в своем профессиональном хозяйстве. Хотя наше решение было жизненно важным и ключевым, а он у меня спросил, о каком решении здесь творится речь? Ну, я-то уже поумнее стал. Я говорю, ага, решение третьего шага. Молодец. Да, и тогда дальше. Оно не оказало бы длительного эффекта, если бы моментально, то час не подкреплялся моментальным шагом, не подкреплялся серьезным усилием с целью поосознать то, что мешало нам внутри нас. А ты, говорит, берешь ручку и бумажку и чеши писать. И позвонишь тогда, когда ты закончишь писать, то, что я тебе скажу. Когда я обратился уже вот к Григорию как спонсору, у меня идеи все исчерпались. Он мне сказал, два дня писать. Я два дня и писал. Он мне сказал еще два дня писать на другие колонны. Я два дня писал. Он сказал на инвентаризацию. Я не обсуждал. Я иногда слышу, что спонсоры вот такие, всякие, но если бы моего спонсора дать, то я думаю, что еще бы сказать. У меня перестали какие-то идеи, что-то спорить, потому что он сказал с первым разом, когда мы встретились, значит так, дорогой мой, мне не интересует, что ты думаешь. засунь это себе глубоко, ну и сами понимаете, в какое место. И что тебе кажется об этом? Когда я тебя спрошу, что ты думаешь, вот тогда ты мне ответишь. А до этого момента все. Вы знаете, на протяжении всей вот того, что он мне провел по шагам традиции, я вот так сидел молча. Ну, были вопросы, я задавал там, уточнял. А так просто сидел и внимал, потому что все, перестали идеи работать. Если у меня идеи еще работали бы, я бы это забросил бы все. Потому что моя идея работает на здоровье. А здесь мне предлагают отказаться от своих идей. Преамбулы это все есть. Перестали они работать. Все, я исчерпал их. И на самом деле, вот тогда-то я понял всех тех алкоголиков, когда я приходил, и они говорили, мы счастливы, свободны и радости. На сегодняшний день у меня семья. Моя жена тут неделю назад спикерилы. Правда, моя подстава была. Меня спросили, я говорю, ну, она не спикерила, конечно, ни разу. Я говорю, я думаю, она согласится. Ой, спроси ее. Я подхожу к жене, дорогой, говорю, слушай, дорогая, ты, короче, тебя приглашаешь в спикерилы? Я ее согласен, даже не спрашиваю. Она такая, это как? Я такой, да ничего страшного, в принципе нету, но ты сама понимаешь. Я манипулятор и шатон. Ты сама понимаешь, если Бог тебе предоставляет такую возможность, ты заведешь. Знаете, у нее больше нечего было сказать, но ее колбасило трясло, я ее успокаивал, конечно, штыкнул. Вот она и вязать тут начала сразу, что это научилось там все. Вот, до сих пор вяжет, вот, чтобы нервы успокоить, да, но ей понравилось. Поэтому благодаря ей сегодня спикерю, потому что обычно в это время она спит, но она сказала, я знаю, что у меня семья, которая, моя жена, она ведет уламу, она ведет по нашей книге. И она, честно скажу, даже лучше знает, чем некоторого, конечно, лучше, чем меня не знает. Здесь она понимает это, я для нее не бог, но авторитет, но у нас есть авторитеты, но у нас отношения основаны на любви, взаимопонимании, да, но это было достигнуто именно тогда, когда я сделал всю программу, когда я отдался полностью Богу, когда я научился рот закрывать, прежде чем что-то ляпнуть. Нет, бывает, что я сегодня ляпнул, когда он сказал, можно мою первую ничку шить, вот я хочу шить, это я сразу, нет, денег нету. Попадал как раз на меня сверху так, дышь, ты что-то купит, дышь, какая дорогая. Но она поняла, что я так сижу, она всегда знает, что мне надо время дать. И она не смотрит на мои ответы. Она такая, ладно, я пошла. Она знаешь, через пять минут я приду и скажу, в принципе, у вас можно съесть. Здесь Финляндия очень дорого, все стоит. Но мы научились друг друга ценить, любить. мы прошли через этот путь, она не знает меня, как употребиться. Она не знает правды, как алкоголик у меня, что я творил, она не хочет знать. А я не хочу ей говорить. Ей не надо знать того, чего я, какой я буду. Картинка другая. Потому что алкоголики малопривлекательные публика употребли. А так-то мы привлекательные, мы красавчики и красавицы. У меня дочь вернулась, которую я не знал практически, она сама меня не нашла. У меня с братьями и сестрами отношения, со старшим братом налаживаются отношения. У меня друзей полно. Я даже не скажу, что репутация, но вот есть того, что мои начальники знают, что я ответственный работаю. Что я не подведу, что не будет того понедельника, который раньше у меня был, который сейчас у многих людей есть. Когда в понедельник звонит, я заболел. Это сразу же все начальники понимают, он вчера бухал. Поэтому у нас пьян нельзя даже спохмелить. Но все это не моя заслуга. Это все заслуга Бога. Моего здесь ничего нет. Что я делаю в программе? А все остальное вам не даровало. Но с этого пути можно легко сойти и десятку и одиннадцатый вечерний, и утренний, и дневной. Вся эта жизнь в программе. Некоторые говорят, а когда вы с женой встречаетесь? У меня подопечник бывает такой вопрос. У моей жены по пять-шесть подопечник. У меня по менее. А когда вы встречаетесь? Я говорю, бывает. Суббота, воскресенье. На час встретимся. Потому что она идет с подругами гулять, я не против. Она с сыном идет гулять, я тоже не против. Но мы понимаем, что это наша жизнь. Что моя жизнь зависит от того, насколько я могу быть полезным всем людям. Кстати, самое интересное, у меня подопечник тоже спрашивает, что мне столько же надо иметь подопечника? Я говорю, нет, у тебя есть семья, у тебя есть дети. Тебе надо найти баланс. Это я говорю, старпер, который может уделять больше времени, чем ты. И вы знаете, уже по прошествии 11 лет, тот период, когда я был без программы, считал себя умным, да, сейчас, я не считаю себя умным, я всегда кого-то слушаю, потому что истина, у меня нет истины, истина у Бога. И поэтому всегда, когда я с подопечным, я приглашаю его, потому что у него истина. Когда я на собрание прихожу, я приглашаю его, потому что у него истина. Он даст. И кстати, самое интересное, чем дальше идешь, тем все интереснее, все веселее и все радостнее. Вот я на этом закончу. Я сегодня трезвый, благодаря Богу и вам. Спасибо вам, дорогие. Спасибо большое, Федор. Очень интересная спикерская. Спасибо большое, лично много подчеркнул. Ребята, поблагодарим в чате нашего спикера. Напомню, собрание длится еще 25 минут, времени предостаточно. Задавайте свои вопросы, ставьте единички в чате, и Федор нам на все ответит, я в этом уверен. Добро пожаловать в ваши вопросы. Давайте ставьте единички. пока народ раскачивается, пока думают. Так, благодаря, нет, вот есть у нас вопросы, от Влада у нас три единички, Влад, твой микрофончик, добро пожаловать. Федор, привет, спасибо большое за спикерскую, я сейчас без наушника, сейчас нафиг я выключу эту камеру, слушай, классно, мне это звалось, вообще там история там с простынями, классно, супер, вот, а расскажи, пожалуйста, подробнее про группу на русском языке, который в Хельсинке, как там участвовал ты в организации там и как она сейчас, может я прослушал, пусть я там начать собрания опоздал, вот, что там у вас происходит, ну, такой у меня вопрос. Ага, спасибо. Участвовал, она была, я когда приехал, она уже была, она устоявшаяся, как всегда говорят, группа у нас своей традиции и свое проведение, да, я с ведущим был, как бы, на подмене, да, как я участвовал, ну, там особо не поучаствовать, потому что все расписано было, поэтому, знаете, единственное, что там, ну, есть такая проблема, наверное, людям надо дойти до этого, как и мне в свое время, я сейчас никому не говорю, что надо сделать тебе шаги, да, там, давить человека, я знаю, что я начал делать именно тогда, когда жизнь стала хреновой, вообще, просто, адски невыносимой, да, вот тогда я начал делать программу, люди, ну, не сделали программу, да, не практикуют эти шаги, и поэтому, что-то там менять, я тоже не собираюсь, я вот в Эстонии, да, я там революцию устраивал, правда, на первом году такие революции устраивал, я так менял правила, находился без соратников, и все остальное, да, и там стояки в шоке были, что мы творили, да, и все остальное, вот таки, все вернулось на свои руки, и я, вот тогда, я, кстати, и понял, что нельзя поменять старую группу, проще открыть свою новую группу, на что мне спонсор сказал, когда у тебя появится соратник, то когда ты строишь новую группу, но я надеюсь на то, надеюсь на Бога, да, потому что меня пригласил психолог поговорить с девочкой, у которых проблемы с алкоголем, мы договорились после 15-го, и возможно, возможно, что откроется вот так, группа, я знаю, как ее открыть, в принципе, как помещение здесь найти, это не трудно, это не проблема, вот, и сделать другую группу в другие и тогда уже проводить, просто я знаю одну вещь, невозможно, честно говоря, старую группу перейти, особенно, когда в шагах про шаги, знаю, там, может, иниевскую какую-то систему, да, про анонимных алкоголиков, когда я говорю свой опыт, там есть люди, которые когда-то делали, ну, сами понимаете, что такое когда-то делали, да, и я не бог поменять этих людей, да, это задача бога и остальных людей, поэтому произойдет это, да, но я всегда, когда время есть свободное, да, когда я свободен от подопечных, я посещаю эту группу, посещаю, ну, крайне уже редко, потому что тут была пандемия, но они собирались, моя жена даже сказала, не вздуми даже ходи, вот есть рекомендация, да, вот соблюдай, потому что неизвестно, кто носитель и что-то заболеет, поэтому группа существует, она уже старая, там уже довольно долго, и там костяк, поэтому я ничего не создавал, а вот в Эстонии создавал, да, было группа создавал, но я еще одну полную вещь, пока группа нужна мне, она будет ровно, а если группа не нужна, она не будет работать, вот так, поэтому вот так, ничего там я, в принципе, менять не собираюсь, иногда меня спрашивают по тем временным вопросам, я всегда готов им помочь, они знают мой номер телефона, и добро пожаловать, ну, я знаю еще одну вещь, я тоже был умный, они тоже умные, поэтому что-то там поменяться, но поменяется возможно, мне спонсор сказал, открой свою группу, найди сараник, вот и все, вот так-то, спасибо, слушай, у меня вдогонку вопрос, как бы я понял, что с пятой традицией сейчас тяжело, или вы все-таки с финнами что-то делаете совместно, или отдельно что-то делаете, или вообще ничего не делать, как группа, знаешь, я единственное что скажу, здесь немножко другая система, здесь врачи сами отправляют ВИИ, но алкоголиков наркологу здесь не допускают, во-первых это закрытое, во-вторых врачи говорят мы сами будем справляться, а вот дальше после наркологи мы к вам хотят люди ходить будут ходить не хотят не будут здесь другая система но я такой ушлый когда я сижу я всегда спрашивал бога три года назад спросил и мне дали познакомились с психологом которым я сейчас встречается и я решил что если люди кто-то не делают а чтобы делать пятую традицию это надо знать шаги традицию это все пройти надо и тогда в общей сложности можно сделать но когда люди не знают это превращается в собрать вот и все поэтому я решил так знаете говорят что один поле не боя но почему-то бил был один это правда традиции напомню как принес поэтому я начну это делать а дальше я посмотрю как можно сделать потому что меня пригласили еще на встречу с психологами и там тоже рассказать что такое программа и сообщество анонимных алкоголь потому что они знают одну версию там я просто посмотрел в друзьях алкоголик у них то я понимаю что там сказать очень трудно могут что-либо да моя задача теперь еще состоит в том чтобы информировать вообще круг психолог да потому что они избавляются от нас правда они сами говорят мы избавляемся от нас алкоголик у нас потому что заметьте сказали слова 1939 года с вами мучительно иметь дело я чуть там не присел я такой фраза знакомая да и моя задача на сегодняшний день не важно что другие делать если у меня есть выход я буду делать ну и я впрягся в эту тему посмотрим с чем это закончится ну я знаю что одно бог на моей стороне если у меня лучшее побуждение спасибо спасибо большое Федор спасибо Влад следующий вопрос от Олега олег добро пожалуйста микрофончик всем привет меня зовут Олег я алкоголик спасибо Федор за ту спикерскую первый раз я слышу ту историю от конца от начала до конца и я также слышал отзора сегодня благодаря карантину сижу без работы дома обложился детьми и хожу на зумы во всем мире я во время этого пандемии с очень многими людьми и это очень круто я ощущаю себя еще лучше потому что я часть этого огромного движения ты рассказывал про свое прошлое про свои руины у меня свои руины тоже воронки да некоторые воронки у меня глубже некоторые мельче как куда бомба попадала без натома разрешения но какие бы руины ни были у нас выход мы пришли в одно и то же место в одну точку мы слились в одну точку и выход один кто бы мы ни были это 12 шагов через 12 шагов мы находим некую силу которая решает все наши проблемы и на собраниях как я понимаю спикерская для меня это еще одно вдохновение что выход по-прежнему есть моя болезнь говорит мне что у меня нету болезней даже на сегодняшний день мне надо опасаться таких мыслей поэтому мне надо держаться за сообществом спасибо тебе огромное и вкратце вопрос расскажи пожалуйста шестой седьмой шаг спасибо вкратце вы знаете там в принципе в большой книге она напечатана совсем практически немного и такое впечатление что он такой проскакиваем и все на самом деле он проскакиваем почему смотрите когда я сдавал пятый шаг я четвертый когда написал да у меня был список уже шестого шага мои недостатки и в виде того что вот эти недостатки ничего не приносили хорошего мне ну блин реально я хотел от них избавиться но у меня было первое заблуждение которое я помню пришел когда я дочитал эти шаги да что став на колени я избавлюсь да и я так считал я считал себя полным смирением и всего остального на сегодняшний день я понимаю этот шаг просто до конца жизни и вот смотрите вот сегодня у меня была лень блин это такой недостаток от которого я еще походу не готов даже избавиться мне иногда и нравится да мне надо было сегодня залезть в экзамен там и начинать еще писать продолжать да но я не залез я там побывал на одной группе потом зашел на вторую группу и вот как раз там на группах было про недостаток лень я после группы отключился я взял учебник в группе ну я учебник финского взял я понимаю что мне надо его подтянуть я не знаю почему но вот именно того что мысль пришла возьми учебник и ты читай и на самом деле я вспомнил что там есть те задания то есть та тема которая у меня есть задание написать что такое рапорт что такое ну другие вещи там пять вещей надо написать что такое инструкция да написать своими словами по своей работе что это как пишется да и вы знаете я до группы вот спикерская провел вот с пользой недостатки всегда со мной будут там есть обещание что от некоторых избавимся некоторые останутся а от некоторых я не хочу сам избавляться вот пока мне эти недостатки не будут приносить дискомфорт пока они блин я пойму что это полная задница с ними жить я от них не откажусь и бог не сможет меня освободить вот вкратце я встаю на колени прошу бога убрать это и начинаю действия делать вы знаете самое интересное что как только я вот это осознаю что мне вот это мешает я встаю на колени и вот на сегодняшний день он избавляет меня от этого на следующий день может повториться та же ситуация это работа до конца жизни я же алкоголик я тот безнадежный это не оправдание просто вот такая жизнь у меня была которую я вел я всегда был на эгоцентризме такой враг враг номер один проблема вся в эгоизме и в эгоцентризме а там дальше идут уже некие недостатки какие-то отвлетения которые мне надо видеть и просить Бога избавить потому что если я попытаюсь как раньше меня учили возьми себя в руки и начинай делать ну не работает сейчас я пробую а вот именно с помощью Бога да начинается освобождение сегодня я освобожден от этого а завтра блин я утром проснусь и первая прослется моего эго ну что брать сегодня опять отдохнем что там заниматься успеем да или зачем тебе Бог ну зачем тебе Бог эго первое просыпается и что я делаю я становлюсь на калинии простая молитва очень наша потом я иду кофе выпиваю спокойно просыпаюсь я без молитвы уже без медитации без того чтобы видеть свой недостаток а в десятом шаге то же самое я же обнаружил те же недостатки в десятом шаге и что я делаю я прошу первым чтобы Богу убрать это и он убирает сам я ничего не могу я пробовал проскочить без десяток все хуже и хуже становилось потом я все бросал и говорю блин Господи прости меня не родила я опять решил порулить этой жизнью я опять считаю что я сам это на самом деле до конца жизни это каждодневно это день по десять раз один недостаток убирается зато вторую чтуку гоняет и начинает шептать всякую гадость мне на ухо я могу повестись а могу и нет поэтому для меня этот шестой седьмой шаг он показывает того что все то что в жизни у меня было это мне не нужно это мне мешает это приносит боль от боли начинает что-то красить а если недостаток который мешает ну так чуть-чуть вот тут все говорят про курение бросил вроде бы недостаток но мне пока не мешает и это не особо спеши с ним расстаться да но придет время фиг его знает как бы конечно поздно не было но вот так моя жизнь происходит поэтому шестой-седьмой это до конца жизни ежедневно 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 что я в одиннадцатом прошу убрать мой эгоизм мою корысть да на чем всегда я жил это такие основные а в процессе еще дня господи убери мне вот это оно мне мешает и убирает да если я этого желаю а если я скажу слушай ну вроде бы как не мешает но ты попробуй убрать ну так не работает вот так спасибо ребята задавайте свои вопросики в чате ставьте единички что вас интересует у нас еще есть десять минуток а я задам свой вопрос федя слушай скажи пожалуйста что бы ты мог посоветовать ребятам которые приходят в сообщество да и не могут хотят но не могут зацепиться не получают отрывы да там ходит там полгода и что бы ты мог посоветовать скажи пожалуйста ой это честно говоря ну во первых чего зацепиться не могут за трезвость не могут отрезветь знаете я всегда рассматривал одну вещь хочешь сдохнуть сдохни это грубо сейчас будет но алкаши не умирают которую в употреблении я видел эти смерти неприятное зрелище хотите умереть умрите хотите жить мы вам поможем самое интересное что когда я пришел в первый день сообщества мне один человек сказал хочешь пить это твое дело а вот хочешь трезветь это наше дело если что люди еще не допили эксперименты какие-то идеи у нас же написано эксперимент но есть одна такая темка предупреждения я не помню где что можно пройти точку невозвращения и такие люди есть есть еще одна вещь которую я могу сказать есть у нас две статистики одна статистика выздоровления она не очень большая ребят честно не то что тогда было 75% сейчас она довольно меньше а есть другая статистика смертности и вот сейчас она преувеличивает выздоровление куда вы хотите умереть вы знаете даже родные близкие желали нам смерти просто желали чтобы мы настолько их достали что лучше чтобы мы умерли чтобы нас не было чтобы они не мучились хотите радовать своих близких и родных хотите быть счастливым свободным вот наша программа не хотите ну ваш выбор просто еще есть одна вещь задумайтесь верите вы в бога или нет но там есть что и что вы ответите за все свои дела а там отвечать это не как здесь в суде который я такой сижу и давай оправдываться оправдание там не будет ничего не сможем ответить но обвинение будет жесткач поэтому есть возможность исправить хотите пожалуйста нет никто заставлять не будет но так же я могу сказать что я такой человек вы уж извините но я жесткий в этом вопросе если начинает ну вот у меня просто не получается я всегда отвечаю так а ты хотя бы что-то сделал просто взял сделал нет ни хрен тут ныть ну вот такой я человек другого я ничего не могу сказать у нас только два или сталь или умереть или психиатричкой оказаться или остаться живым и трезвым и счастливым и свободным радостным вот и все ваше решение спасибо спасибо Федор спасибо следующие вопросы от Лехи из Праги Леха год и шесть и шесть месяцев я не знаю в общем не имеет значения и я слетаю вот я понимаю почему это происходит как бы уже достаточно потому что я наслушался как бы других алкоголиков то есть и сам как-то думаю но я понимаю то что я не могу никак выбраться из самообмана своей башки вот то есть вопрос такой как распознать правду вот от самообмана то есть я это сам по сути как мне кажется не могу отличить не смогу никак это нужно звонить получается вот знаешь Леша вот я написал там номер телефона я в ватсапе есть позвони мне после группы поговорим окей пообщаемся хорошо запиши его просто потом напиши мне да я наберу после группы да что я могу тебе сейчас сказать это поговорить нужно после самый лучший быстрый ответ я всегда ребят ребят у нас еще один есть время на один короткий вопрос желаю кто-нибудь задать да Виталик добро пожалуйста Виталик алкоголик всем привет привет Федор наконец-то поймал тебя на спикерской я тебя приглашал к нам в Израиль тогда когда-то он на спикере и сам не смог попасть тогда на на твою спикерскую спасибо тебе много чего откликается скажи вот все-таки поделись опытом были ли у тебя за твой срок трезвости падения да вот падения то есть такие состояния что ну вроде бы ты в программе вроде бы ты все делаешь но вроде бы да вроде бы все нормально и все равно и вот чувствуешь себя при этом отвратительно я имею ввиду уже когда в шагах то есть это может быть связано с предыдущим вопросом вот честность перед самим собой я кстати уже для себя лично определил вот если может это поможет ответить на прошлый вопрос да как я отличаю самообман от честности к себе самообман мне всегда нравится больше вот я знаю то что мне нравится это мой самообман ну вот спасибо вот этот вот вопрос про падение про падение в программе спасибо про падение в программе вот знаете падение наступает не тогда когда я в программе а вот именно когда я выскакиваю вот помните полумеры сделать наполовину почивать на лаврах в самой программе вот были трудности падения не было вот были трудности это правда но от них никто нас не избавил да они будут почему потому что чтобы показать победу бога для других да как он все это разрулил у меня были падение когда я выскочил с программы вот это было правда от я вернулся все к тому же самое вроде бы что-то я делал до меня что-то не устраивает но тут на самом деле вот есть еще такая вещь полностью отдать себя этой простой программе это означает вот на самом деле когда даже трудности есть у меня спонсоров всегда звали ну так писал сообщение он мне перед перезвонить и вот как раз на тот момент я был готов полностью все делать все что скажется полностью делать все что говорит программа но вот падение именно были они не связаны с тем что вот я отдался полностью да скажем так ну по большому счету четыре года а до этого я выходил спорта да я у меня не было сейчас на сегодняшний день чтобы не сделать 11 шаг вот правда это настолько привычными да что даже когда вот блин а может не делать ну нафиг да давай сегодня проживем так черта мучиться заморачиваться я чувствую что это какой-то говняная вещь счета засадок какая-то уже опять я бухаюсь на колени да и не важно на работу через десять минут я начинаю все это дело а вот когда я не был программы вот это было падение и причем она не ощущается быстро да как там книги написано все блин все практически сахнет она какое-то время потому что у бога нету времени да и вот тут как раз и получается потому что там падение такой жест и опять я вернулся в тот мир где все враги все в дерьме и вроде бы я программу сделал блин и вроде бы как я считаю но здесь вот как раз и если то ли честно а насколько я в программе или мне кажется что я в программе вот когда мне казалось что я в программе я ходил все но я в программе но мне хреново а когда я увидел вот эту да вот начал разграничить вот эту честность да что такое мою своего лишь честность и честность я увидел того чтобы что я не делаю почему мне так хреново а возможно где-то я не доверяю богу а возможно я опять не удовлетворен это о чем в начале книги говорится ведь если хреново это значит чем-то о чем не блин работа не то жена не то это так чтоб тихо себе друзья не те да все не то но это же не удовлетворенность добро пожаловать и как же мы будем говорить что мы в программе это что-то то что давала нам сразу так лет надо пойти выпить вот и все вот как только это вижу я это не падение но это признаменование того что сейчас упадешь если ты с этим делать ничего не будешь и тут же сразу к богу смотрю что у меня не работает а это же быстро это настолько уже в программе до настолько в программе что тоже начинаешь автоматически видеть ну нету доверия бога нету этого нету и вообще я сам себе жилье вот все я богом что спасибо 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 федор так ребята это был последний вопрос поблагодарим еще раз нашего спикера спасибо большое просто получил огромное удовольствие наше собрание подошло концу поблагодарим спикера за его выступление ребят спасибо вам за вашу участие на ваши вопросы спасибо что предоставили мне возможность провести эту встречу если я кого-то обидел прошу вас прощения хочу напомнить вам что мнение высказанные на встречу это личное мнение и опыт каждого они мнение анонимных алкоголиков в целом истории услышаны вами были рассказаны в доверии не выносить их пожалуйста за пределы этого собрания сохранить их только вашем сознании если вы готовы стать спонсором ставьте в чате три пятерки но и ваши контакты пожалуйста если вы ищете наставника ставьте три семерки закончим наше собрание декларации ответственности анонимных алкоголиков если кто-либо где-либо будет страдать от алкоголизма зависимости я хочу чтобы рука помощи протянулась к этому человеку и я отвечаю за это спасибо желающие могут присоединиться к нашей молитве извините перед молитвой еще одно еще еще кое-что о скажу у нас сейчас в чате будет выложена наша седьмая традиция пожалуйста обратите на это внимание это или пожалуйста помоги с этим вопросом теперь молитва боже дай мне разум и душевный покой принять то что я не силах изменить мужество изменить то что могу и мудрость отличить одно спасибо вам большое мы перемещаемся в чай но если у вас есть вопросы к нашему замечательному спикеру добро пожаловать всем спасибо добро пожаловать чайно открыто пожалуйста вообще спасибо спасибо федор спасибо петь и на служение всем спасибо танечка привет микрофончик не включила ну здорово теперь ты с нами мы все время собираемся нас много мы рядом они у нас из турции ребята вот кого-то может здесь увидеть вот видишь федор нас из финляндии виталик из израиля так что уж мы все хором турция снова как это новый опыт я последние года жила в москве и там ходила на разные группы это это классно а сейчас вот когда нет и то что груб вообще людей русских ну вообще единомышленников вообще это другой опыт какой-то новый вы такие уже у вас он уже есть спасибо вам петя ты запись видео что не выключил и Продолжение следует...